Дядя Миша. Вообще, наверное, все, что в Домбельмякене связано с лыжными гонками, это все дядя Миша. Вообще-то он, конечно, не Миша. Как тебя на самом деле зовут? Скажи, Миша. Все дядя Миша обычно обращаются ко мне. Ну, вообще-то у тебя есть официальные. У меня настоящее имя Милуш. Так вот, Милуш, или будем называть его дядя Миша, он сам лыжник, лыжник уровня национальной сборной. И, в общем-то, один из лучших друзей, самого лучшего лыжника Болгарии. Да, Ивана Лебанова. Иван Лебанов. Иван Лебанов, мы вместе с ним бы тренировались? Да, с 1977 по 1987. Десять лет? Десять лет вместе. В 1979 году на Домбельмякене первый раз приехал на подготовку к Лейп-Лесид сборная команда СССР. Фантастика. Это Юндова, да, внизу? Это Юндала, это после контрольного соревнования 30 километров классики. И совместные фотографии сделали вниз. И в 1979 году, в августе месяце, они здесь тренировались. Это была подготовка на Лейк-Плесид, на Лейк-Плесид, в 80-е годы. Это, собственно, первая золотая медаль Николая Зимятова. Первая золотая, там три золотые у Коля Зимятова. А там три золотые. Собственно, Бельмякен и стал опорой трех золотых медалей Николая Зимятова. Мы здесь подружили с Сашем Завяловом, Сан Саныч, как он называет, с Россией. И уже сколько, 30, больше 30 лет, мы и дружим, общаемся. Вот и сегодня утром даже, он 7 часов звонил, говорит, ты куда пропал? Понятно. Ну, я работа, нет времени. И такие люди, как Савельев. Да, вот здесь, значит, он был номер после меня, вот догнал в конце. Вот так финансировали вместе. Как у тебя вообще родилась идея сделать лыжегоночно-биатлонную свою базу? С какой стати-то вообще? Ну, после перестройки, могу сказать. Здесь как-то много лет не общались с Вашей спортсменей. Вот у меня, я уже не был тренером. Ты тренером работал еще? А я работал тренером в 98-м году на Ганах. И было рано утром, звонок с Россией, у меня обычный телефон, тогда мобильные не были, Саша. Завел, собственно, Сан Саныч. Сан Саныч, как сегодня утром. Утром, да, практически 7 часов, звонил, говорит, мне надо шокогорная подготовка. Ну, ты мне поможешь, я, конечно, помогу, но только не могу на Бельмякин. Там база была Фремонт, не помню. И они тренировались на Юндала, 1350 метров, и на Куртово, 1800. И так они два года приезжали. Потом уже я показал верхнюю базу. Как-то у них деньги появились. Откуда-то? В России появились деньги, странная штука. И начали приезжать здесь. Это было в 93-м году. А здесь вот эта база? В 95-м году я построил один дом, там этот домик внизу, и здесь маленькая столовая. И так все началось, постепенно, постепенно. Могу сказать, никакая реклама. Просто это от друг на друга, от тренера на тренера, и все так. Из уст-вуста. Из уст-вуста. Это такого года вот эти лыжи? Это, ну, почитаем, 65 лет назад. 65 лет назад? Да, 60 или 65 лет. Вот это шведские лыжи. Ничего себе. Деревянные, потом эти болгарские деревянные. Это швейцарские, по-моему, как, уже забыл. Мюллер. Мюллер, да, мюллер. Ваши, российские. Это ярвини лыжи. Это ярвини последние деревянные, которые с дерева хикори делали. И первые пластиковые кнайсел. Что я хочу решить? Это были очень хорошие роллеры. Немецкие DDR. DDR. Это первая модель, которая различается от остальных. Потом вышла такая целая рама. А этот был такой легкий и надежный. Это был, я думаю, что лучший был. Это для классика. Да. А потом даже и в конек. Это очень хорошие и стабильные лыжи. Конечно, очень тяжелые. Тяжелые. Но скорость очень хорошая. Очень хорошая. На спусках хорошо. На спусках хорошо. И на биржи. Слушай, а это что за патронтаж? Значит, этот может быть 40 лет назад. 40 лет назад! Здесь, когда немцы еще, только немцы и Болгарии тренировались на наша национальная база, этот патронтаж остался от сборной команды DDR. По лыжным гонкам. Да, такие славные гонщики, как Гример, Хеслер, Лесер. Они сами чемпионы мира. Чемпионы мира в штафе. Это были серебряный прижок, по-моему, был. Да, байдарочники и гробцы ваши обычно зимой приезжают здесь в месяц, в январе месяце. И, как тренеры говорят, для них это основа. Это ОФП, можем сказать. Но что это ОФП? ОФП на лыжи. Лыжи? Да, они катаются. Макс катается на лыжах? Каждый день. Ничего. И катается очень хорошо. И техника, и инвентарь у них хорошие. Сами покупают. Это значит, что желание тренироваться. Работает? Это работает обалденно. У тебя все работает? Да. Самая для меня такая важная фотография, вот эта фотография Ларисы Лазутина с личной роспись. В 97-м году перед Нагана ваш тренер Николай Лопухов ко мне обратился еще год назад. Я обратился, ты, Миша, организуй сбор, можно мы здесь приехать в мае месяце покататься? Я им говорил, что здесь снег еще есть в мае месяце. А, есть. Есть? На верху, да? На верху, да. И в этот год она тренировалась с его командой. С Лопуховым? С Лопуховым, да. И я организовал сбор в мае месяце. Они приехали, они катались на 2400, на 2450. Она так загорела хорошо по плавке. Вот так, черненькая стала, да. Потренировались, потом сразу заказали места на август месяц. Еще раз в августе месяце команда здесь потренировалась. И все, которые знают, что это лыжный, что это олимпийские игры, она завоевала 5 медалей. Это Делли на уровне Лазутина? Да. Да, это самый титулованный, 8-кратный. То есть он твой гость был? Да, он был гость. Это Чапалова, Юлия. Они каждый год у меня тренировались. Нойманова тоже были здесь, с командой здесь тренировались. Я очень рад был, когда она чемпионка мира стала. Потом наша бронзовая медалистка, и четвертая в Нагана, и чемпионка Европы. Зайцева каждый год у меня, она молодая еще была, у меня в домик жила внизу. Маленькая еще была. Это Халвард Ханнивелл, который у меня несколько сборов проводил. Бурухинов внизу. Это Зубрилова, славная биатлонистка с Украины. Это команда Белоруссии, команда Казахстан. Сборная России по биатлону молодежь. Молодежная сборная. Это Словакия биатлон. Это подарок от немецкой команды по биатлону с автографами. Это Василий Рочев. Он 10 дней назад был сейчас, снова жду 25-го. Это Виллисов. Лук. Волф. Степка Кустадинова, когда еще в золотые годы была спортсменка, здесь на Беллимекене много раз приезжал и готовилась. Я помню, что она здесь была. Почему? Не время было. Не сбор, а... Нет, сбор был. Здесь приехал преподаватель по лыжи, которая должна сдать экзамен. Ахахаха. Понятно. Дормодитель. Я смотрел, как она на лыжи экзамены сдавала. Она сдала? Да, сдала, конечно. Тогда, Миша, я хочу тебя спросить. Вот у тебя все-таки получается, что это некое место для элиты мирового спорта. Или же ты все-таки можешь, мог бы и рад бы принять и любителей спорта. Потому что все-таки, знаешь, вот такие места иногда бывают как бы закрытые для любителей. Много людей думают, что здесь только для спортменей. Но уже могу сказать смело, что у меня приезжают и туристы, и нормальные люди, которые случайно здесь попадают. Моя база и верхняя база открыты для этого, если есть свободное место, конечно. Ну, конечно. Ну, то есть, вот ты вот как человек, ты все-таки из элитного спорта. Ты всю жизнь элитного спорта. Я думаю, что другой ответ не могу дать.